Музыка Ежедневно мы видим, как нарушаются права маловобильных граждан. Пандусы, если они есть, то, как правило, почти не приспособлены, чтобы по ним передвигались без риска получить увечья. Государство должно обеспечить равенство возможностей и справедливость для всех. Сейчас обсуждается вопрос о создании института омбудсмена при президенте. Поэтому такие важные вопросы, как защита прав человека с ограниченными возможностями, должны стать непреложной аксиомой в нашей жизни, стать важной составляющей правового регулирования этих общественных отношений и ориентирования нового справедливого Казахстана. Здравствуйте! Это передача по закону с Маратом Башимовым. Марат Башимов Председатель общественного совета Агентства по противодействию коррупции Член комиссии по правам человека при президенте Республики Казахстан Председатель комиссии по помилованию при президенте Республики Казахстан В этом году в Казахстане появился закон, который должен улучшить жизнь людей с инвалидностью. К примеру, в организациях здравоохранения за ними закрепили первоочередное право на обслуживание. На каждую 10 машин в таксопарке должна быть одна адаптированная под нужды лиц с инвалидностью. В рамках принятых изменений казахстанцев с третьей группой освободили от оплаты услуг частных нотариусов. Одному из законных представителей ребенка с инвалидностью, который сопровождает его на санаторно-курортное лечение, должно возмещаться 70% от стоимости путевки. Также усилят поддержку социальных предпринимателей. Им будут выделять часть от суммы, которую недропользователи перечисляют в местный бюджет на социально-экономическое развитие региона. Закон предусматривает возможность заочного прохождения экспертизы на установление инвалидности, степени утраты трудоспособности. В период чрезвычайного положения срок инвалидности будет продлеваться автоматически. Конвенция о правах инвалидов вступила в силу Республики Казахстан 21 мая 2015 года. Целью данной конвенции является поощрение, защита и обеспечение полного и равного существования всеми инвалидами всех прав человека и основных свобод, а также поощрение уважения присущего им достоинства. Согласно конвенции, к инвалидам относятся лица с устойчивыми физическими, психическими, интеллектуальными или сенсорными нарушениями, которые при взаимодействии с различными барьерами могут мешать их полному и эффективному участию в жизни общества наравне с другими. В соответствии с данным документом, государство-участники обязуется обеспечивать и поощрять полную реализацию всех прав человека и основных свобод всеми инвалидами, без какой бы то ни было дискриминации по признаку инвалидности. Однако, несмотря на прописанные требования конвенции, имеет место быть факты грубого нарушения законодательства по защите прав инвалидов. Поэтому глава государства уделяет защите прав человека в этой сфере важное внимание. Президент подписал закон по вопросам улучшения качества жизни лиц с инвалидностью. У Адильхана Рамазанова один из самых ответственных блоков на предприятии. Он оператор ЧПУ Станка. Управлять им он научился всего за месяц. Успех Адильхана – наглядный пример, что с ДЦП можно полноценно работать. В первое время тяжело работать, поскольку я вообще не знал, что это такое, вообще не разбирался в этой теме. Я даже не знал, что такие станьки существуют. Я знал, что бывает выжигание по дереву, как-то их обрабатывают, но сам не углублялся в эту тему. И сейчас, спустя время, я могу сказать, что если мне дать четкие параметры, я могу это сделать. Адильхан – один из 60 сотрудников социального предприятия в Астане. 95% из них – представители уязвимых слоев населения. В столярном и швейном цехах работают люди с ментальными и физическими нарушениями. У предприятия еще есть филиал в Павлодаре. Там на базе исправительного учреждения налажено изготовление игрушек. Я думаю, что для многих из наших сотрудников и для нас, может, это и неожиданный эффект в какой-то мере, но это работа сильно больше, чем просто работа. Это гораздо больше про социализацию. У нас есть очень интересные кейсы того, как люди приходили на работу, не обладав какими-то навыками и рабочими, и социальными в том числе. У них там не было друзей, они почти не выходили из дома. Сейчас ребята заводят себе, открывают депозиты, совершают какие-то крупные покупки, заводят друзей, у нас есть семейные пары среди наших сотрудников. Особенность социального предпринимательства – индивидуальный подход к каждому сотруднику. Написать план работы к той или иной категории, исследовать ему ни к чему не приведет. Здесь превыше всего поддержка. Если рассматривать вопрос с точки зрения поддержки со стороны государства в части лиц с инвалидностью, то в данное время государство предпринимает очень много разных попыток. Но сразу могу сказать, что количество социально уязвимых категорий растет, лиц с инвалидностью растет. Большая, наверное, проблема – это незанятость. В Казахстане проживают 740 тысяч людей с инвалидностью. Из них около 80% не заняты. В то же время, по данным реестра, в стране насчитывается всего 68 предпринимателей, готовых понять их ситуацию и взять на работу. По неофициальной информации, в этой нише в стране работают порядка 600 человек. Все зависит от созданной экосистемы и фундамента для социальных предпринимателей. К сожалению, те прописанные преференции, они пока не рабочие. И как только они заработают для социальных предпринимателей, то, я думаю, количество начнет расти в геометрической прогрессии. Мы столкнемся с непониманием со стороны местных исполнительных органов в регионах, которые не понимают тему нового тренда и еще страшнее не желают понимать. Соответственно, это ограничивает самих же социальных предпринимателей в развитии. Нужно ломать стереотип со стороны бизнеса о том, что эти категории граждан не конкурентоспособны, отмечает эксперт. На своем примере мастера столичного предприятия доказывают обратное. Вместе с тем предусмотрено изменение понятия инвалид на лицо с инвалидностью и ребенок-инвалид на ребенок с инвалидностью. Разработка порядка назначения внештатных советников-министров, акимов-районов, городов, городов областного значения, областей, городов республиканского значения, столицы по вопросам инвалидности. С 1 января 2023 года в Казахстане повысится размер пособия для лиц с инвалидностью. Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения, это произойдет в связи с изменением прожиточного минимума. Сумма выплаты также зависит от группы и причины инвалидности. Кроме этого, для этой категории граждан в Казахстане предоставляются дополнительные меры поддержки. В рамках бюджетов регионов бесплатный проезд на городском транспорте и обеспечение лекарственными средствами. Также предусмотрены услуги зубопротезирования и возмещения коммунальных услуг. Отдельно внимание в Минтруда уделяют улучшению инфраструктуры. Для лиц с инвалидностью в регионах определен список социально значимых объектов для адаптации под их нужды. У нас есть два вида проверок объектов на предмет доступности. Это плановые проверки согласно списку профилактического контроля. И внеплановые проверки – это проверки по заявлениям и обращениям к гражданам. На сегодняшний день органами территориальных департаментов проведено 912 проверок на предмет доступности зданий и объектов, по итогам которого у нас вынесено 768 предписаний об устранении нарушений и выдано 317 штрафов на сумму более 54 миллионов тенге. Заканчивая, хотелось бы отметить, что во главе правовой политики государства это права граждан, общественные интересы. И это соответствует тем реформам, которые провозгласил президент Казахстана и которые мы с вами реализовываем в нашей стране. С вами был Марат Башимов. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok